Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня немножечко расскажу о том, как я покупала кровать в Петербурге в свою новую квартиру и как я выбирала матрас. Предыстория такая, что в Англии, как вы все знаете, я постоянно жила на каких-то то ли съемных квартирах, то ли дома в английских семьях. И там у меня постоянно болели мышцы, спина, шея. Все от чего? От того, что там были неудобные кровати, точнее матрасы. У них у всех есть матрасы. В основном они кладутся на речное дно кроватей. Кстати, про речное дно я только в Англии и узнала. У нас в квартире всегда были диваны раскладные, и мы, в принципе, на них и спали. Ну или в детстве у меня была просто кровать с деревянным таким дном. То есть я не привыкла спать на речном дне. Ну и помимо этого неудобные матрасы, от того, что они в основном все были на пружинах. Очень редко попадались хорошие матрасы. В Англии мне таких не попадалось. То есть когда я приехала в Англию, я жила полгода у брата. Там у него хоть и был новый матрас, новая кровать, но матрас был на пружинах. И, конечно же, все тело после сна у меня болело. Моя первая семья, в которой я жила, я, в принципе, не помню, какой там матрас был. И, наверное, это была самая лучшая кровать из всей моей жизни в Англии. Потому что у них там тоже был такой деревянный поддон, не речное дно, кажется. Но, по крайней мере, там у меня редко что болело и редко защемляло мышцы и нервы. Потом я переехала в семью с собаками. Там была очень хорошая кровать, кованая. Благодаря этому английскому стилю, в который я влюбилась, я точно так же заказала себе кованую кровать. Здесь уже в Петербурге пришлось делать на заказ. Потому что все кованые кровати, которые продаются на данный момент в магазинах, были черного цвета. А в Англии принято красить кровати в белый цвет. В общем, кровать была сделана на заказ. И именно в этой фирме нам также предложили купить матрас. На тот момент была, по-моему, 50% скидка. Я выбрала себе матрас. Прямо ложилась в магазине на каждый матрас. И поняла, какой мне нужен. Оказалось, это был ортопедический, беспружинный матрас. Очень твердый, потому что мне нужна твердая такая поверхность. Тогда у меня тело отдыхает за ночь. С тех пор абсолютно вся моя семья выстраивается в очередь. И мы прямо меняемся друг за другом, кто когда спит. В общем, и мама приходит, говорит, так, ты поспала, давай, иди работай. А теперь я посплю. И челсик приходит к нам, тоже спит. Ну, а я, конечно, за ночь, благодаря такому матрасу, хорошо отдыхаю. Все тело расслабляется. Матрас подстраивается под мое тело. И я просто релаксирую. Мне прямо очень понравилось. Если кто-то мучается от того, что у него постоянно болит шея, шейные зажимы есть, или спина, у меня даже один раз просто прострел такой был, пух, такой прошел по всей спине. Я потом ходить не могла три месяца. Очень-очень долго восстанавливалась. И вообще уже вот с этими нервными зажимами я, по-моему, три раза попадала в emergency. Мне выписывали очень сильные обезболивающие таблетки. Ну, конечно, это все само проходит. Там ничего не надо делать. Никакое лечение не помогает. Просто постепенно мышцы, организм восстанавливается. И ты опять забываешь про боли. Но так как я мучилась этими болями, ну, скорее всего, еще так, как жизнь в Англии была нервная, постоянно в стрессе. И вот в этой вот семье с собаками это реечное дно как-то провалилось. Там, видимо, двух кусков не было или что-то такое. Потом мы с мамой даже притащили, нашли какое-то ДВП на улице, деревянной вот такой толщины, и проложили. После этого я стала хорошо спать на твердой такой прямой поверхности. А когда я съехала в семью с папой и двумя детьми, там мне тоже досталось кровать с реечным дном. Тоже пару досок было сломано, матрас проваливался. И фанеру мы так с мамой и не нашли, что мы только не искали. Ну, как-то что-то там пытались проложить. В общем, постоянно я проваливалась. То у меня спина проваливалась, то ноги. В общем, как-то не очень хорошо я себя там чувствовала. Ну, и тем более, когда я жила на той квартире, у меня произошла трагедия в семье. У меня погиб брат. И, конечно же, вся ситуация была очень нервной. И организм был в напряжении. И это напряжение не снималось даже ночью во сне. Поэтому, конечно же, у меня тогда был огромный стресс, защемление всего моего шейного воротника. Также вся спина болела постоянно. Я ходила и пыталась себя восстановить. Вот, поэтому это реечное дно, как раз оно и проваливает пружинный матрас. И сейчас у меня кровать тоже с реечным дном. Но я взяла ортопедический матрас, который очень хорошо помогает мне сейчас по жизни. Мой организм за ночь восстанавливается. И я готова снова идти в бой и каждый день что-то творить. Как вот это все выглядит, вам показываю. Ну, вот такую кровать я себе приобрела. Очень удобный матрас, ортопедический. Специально такой купила, не пожалела денег. И теперь... Там у меня собака спит. И теперь просто наслаждаюсь. И у нас очередь выстраивается на мою кровать. Еще любят лежать на ней мама, собака. В общем, мы меняемся. Ну, а кровать кованая, сделанная на заказ. Немножечко высоковато получилось. Ну, меня устраивает. Все, как было в Англии, перенесла в питерскую квартиру. Класс. Да, и теперь благодаря этому матрасу у меня ничего не болит. Ни спина, ни шея. Никакие мышцы. Просыпаюсь в полном здравии, с хорошей энергией и отдохнувшей. Ну, вот такие вот у нас тут. Достоевского читаю в данный момент. Ну, вот так вот выглядит кровать в заправленном виде. Меня многие спрашивают, где я купила такой пододеяльник. Я купила его в Англии на сайте ebay. Заказала. Если кто-то находится в Англии и пожелает купить такой, набирайте на сайте ebay в поисковике Galaxy Cover Duvet. И ищите свой размер и расцветку. Там разные и красно-зеленые, и какие-то оранжевые, и фиолетовые, и синие. В общем, очень много. Я вот выбрала такой. Мы очень любим фиолетово-синий цвет. Вот такая вот у нас красивая кровать получается в английском стиле. Да, все-таки высоковатая. Когда я заказывала кровать, я не учла, что высота матраса будет еще сантиметров 20. На булавочке мы прикрепили. Тоже купили такую вот простынку на резинке. Но немножко не совпадает размерами. Она оказалась чуть-чуть пошире, чем нужно. И прикрепили ее на булавочке. Вот так. Покажу еще одно одеяло. Мне очень понравилось. Тоже с Лондоном. Купила также в Лондоне на ebay. Вообще у меня очень много было комплектов. Я как-то увлеклась в Лондоне, покупая на ebay. Достаточно дешево, около тысячи стоил комплект. Штук 6 или 7 у меня их было. И многие удивились, когда я сказала в одном из роликов, кажется, это был ролик про холод, почему я стирала всего лишь раз в месяц. Потому что я копила. У меня не было так много одежды и постельных. Постельные я меняла где-то раз в неделю. Но так как у меня их было много, я их просто копила, чтобы все разом потом постирать. Не люблю тратить электричество, стиральную машину включать только из-за одного комплекта и стирать пару вещей. Забочусь о природе, о сохранении природы. И вот этот комплект один из моих любимых тоже. Пододеяльники, кстати, в Англии продаются только с навылочками для подушек. Размеры немножечко другие, не как у нас. Поэтому сейчас у меня пододеяльник немножко шире, чем само одеяло. А простынки продаются отдельно. Вот такие на резинках, как я уже показывала. Стоят они тоже отдельно, конечно, дорого. Если брать комплект 1000 рублей, то и простынка где-то рублей 700-800 я брала. Поэтому да, комплект получается уже 2000. Но для меня 10 фунтов это было один час погулять с собаками, поэтому я могла себе позволить купить один комплект, который мне бы приглянулся. Вот такие вот дела. Продолжение следует...